Расследование преступлений – дело сложное, требующее таланта, выдержки и полной самоотдачи. Работать с следователями решаются немногие. Слишком тяжело это бывает морально. К человеческой беде невозможно привыкнуть и физически. Круглосуточное дежурство, многочасовая работа на месте преступлений. И все это в постоянном напряжении. Ничего не пропустить, учесть все нюансы. Любое дело, практически любое, начинается с места происшествия. То есть выезд на место, осмотр места происшествия, обстановка, фиксация на нем, изъятие следов. Вот как раз-таки там надо быть предельно внимательным, потому что если упустить какие-то следы, они могут быть затереться, затоптаны. И впоследствии нельзя будет при помощи данных следов как-то сопоставить лицо обвиняемое, подозреваемое. То есть нельзя будет отождествить то, что человек находился на месте происшествия. Солидарна с мнением Андрея Деревнюка и его коллега Юлия Зарубайко. Она работает в ведомстве с 2012 года. В ее активе раскрытие запутанных тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе против половой неприкосновенности. Следователь отмечает, работа в комитете в определенной мере заставляет осваивать и иные профессии. К примеру, психолога. Уловить тонкости при разговоре, составить психологический портрет предполагаемого преступника или понять, как повести диалог, чтобы человек сказал правду. Все это, безусловно, требует определенных навыков. Каждый следователь должен быть в том числе и хорошим психологом. Ведь основная деятельность следователя – это не работа с уголовными делами, с этими томами, а работа с людьми. И на то, для чего у профессионального психолога уходят часы, у следователя порой есть его несколько минут. За плечами каждого следователя Следственного комитета – своя школа жизни, школа человеческих судеб и ответственность за правильность процессуальных решений. Но сложности тех, кто пришел работать в Следственный комитет, не пугают, вероятно, потому что здесь не бывает случайных людей. Не та область деятельности, не та специфика работы. О своих подчиненных с гордостью говорит и начальник управления Следственного комитета по Брестской области Александр Рахманов. Александр Александрович руководит структурой с момента ее образования. Становление период непростой, но сегодня, глядя на показатели работы, можно с уверенностью сказать, этап пройден успешно. Следствие Брестщины традиционно отличается среди других регионов республики тем, что у нас самая высокая оперативность расследования уголовных дел. На сегодняшний день более половины уголовных дел расследуется на территории области в срок до одного месяца. При этом не снижается качество расследования. Можно привести такой пример, что если взять и суммировать все факты вынесения судами оправдательных приговоров и необоснованного привлечения граждан за пять лет существования комитета, то эта цифра будет в пять раз меньше аналогичного периода до создания Следственного комитета. Цифры – результат кропотливой каждодневной работы всего коллектива, о котором, к слову, стоит сказать отдельно. Это не просто люди, работающие на одной территории, они единомышленники, что проявляется не только в дружеских отношениях, но и в работе. Здесь сильна система наставничества. Каждый старается помочь новичкам быстрее освоиться и войти в курс дела. Для того, чтобы молодежь получила необходимую практику, регулярно проводятся специальные мероприятия. Молодые сотрудники в подразделениях Следственного комитета сейчас составляют не львиную долю, а их количество около пятой части от всего числа сотрудников, которые проходят службу. Конечно же, за ними закоплены и наставники, сотрудники, которые обладают большим оптом расследования уголовных дел. Конечно же, у нас проводится системная работа по их адаптации в наших коллективах, по их становлению как профессионалов. Мероприятия социальной направленности. Несмотря на большую трудовую нагрузку, сотрудники комитета всегда находят для них время. Ведомство является организацией шефом для 12 учреждений. Особое внимание уделяют следователи ветеранам Великой Отечественной войны. Встречаются со своими подопечными регулярно, привозят подарки, общаются и обязательно стараются помочь и словом, и делом. Не остаются в стороне сотрудники ведомства от профилактической работы, посещают учебные заведения, трудовые коллективы, многодетные семьи. Великие говорят, что у страны, у которой нет прошлого, нет и будущего. Поэтому, если мы, сотрудники, такой серьезный государственный орган, как Следственный комитет, не будем уделять внимания нашим ветеранам, то грош цена нашей работе. У нас есть детки, наша подшефная антопольская вспомогательная школа. Мы едем в Ковринский детский дом, потому что мы видим, как в условиях бывают дети. И поэтому хотя бы частичка нашей души, это очень-очень радостно. Они всегда нас ждут и считают своими друзьями. Много спортивных мероприятий. Но только все то, что касается и детей, и ветеранов, мы все в одну ногу шагаем со всеми привознительными органами. В здоровом теле здоровый дух – еще один из принципов жизни сотрудников ведомства. Спорту они уделяют повышенное внимание. Доказательство тому – чемпионаты, турниры и иные мероприятия, в которых принимают участие следователи. И демонстрируют в рамках последних завидное упорство, хорошую физическую и моральную подготовку, нацеленность на результат и единство. Все это, впрочем, характерно и для работы ведомства в целом. Пять лет, прошедших с момента основания, тому подтверждение. Следственный комитет сегодня – структура, которая надежно стоит на страже прав и законных интересов граждан, общества и государства. Мне бы хотелось высказать огромные слова признательности всем сотрудникам подразделений Следственного комитета и офицерам юстиции, и гражданскому персоналу, которые проходят службу на территории Брестской области. Мне хотелось бы пожелать им огромного здоровья, успехов в их нелегком, напряженном, но благородном труде. Мне хотелось бы обратиться со словами признательности к членам семьи, к родным и близким наших сотрудников, которые часто сетуют, что их жен, мужей, либо детей сутками не бывают дома. Но в этом специфика нашей работы, когда 24 часа в сутки на территории всей области всегда по любому обращению любого гражданина мы готовы прибыть на место происшествия, оказать помощь лицам, зафиксировать следы происшествия либо преступления и приступить к расследованию уголовного дела. Спасибо всем большое, всем добра, любви и счастья. Продолжение следует...